Прошлым летом на прилавках торговых точек Армении появились консервы с армейской тушенкой. На этикетках так и было написано «Солдатский паек». Это означало, что наличие подобной продукции в свободной продаже в лучшем случае является нонсенсом. В худшем это серьезное преступление. Новые власти тут же списали этот позорный факт на наследие свергнутого коррумпированного режима. Публично было обещано разобраться и наказать виновных. Попутно было обещано, что ничего подобного в постреволюционной Армении больше никогда не повторится. Однако спустя почти год после нашумевшей истории с солдатской тушенкой армянское общество столкнулось с очередным парадоксом. На сей раз в магазинах было выявлено хозяйственное мыло, предназначенное для нужд армии, не подлежащее продаже. Власти почесали в затылке и вновь пообещали разобраться. Министерство обороны Армении предложило ряд нелепых версий, которые тут же были высмеяны в социальных сетях. Стало совершенно очевидно, что наследие павшего режима оказалось на редкость живучим. Вопреки громогласным обещаниям нынешних властей покончить с ним раз и навсегда. Слова таки остались словами, разве что тушенку сменило мыло. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня и в процессе карабахского урегулирования. Нынешние власти Армении на заре своего становления декларировали принципиально новый подход к решению проблемы. Никол Пашинян заверял, что не собирается обращаться к опыту предшественников и намерен нащупать собственный алгоритм. В чем заключается этот алгоритм непонятно до сих пор. Приходится ориентироваться на то, что мы непосредственно видим. А эта картина наводит на не самые оптимистичные выводы. Смена власти в Армении позволяла надеяться на определенный прорыв в находившемся долгие годы в тупике процессе урегулирования. Карабахский клан у руля власти в этой стране концентрировал все усилия на сохранении статус-кво. Такое положение дел только усугубляло глубокий социально-экономический кризис в Армении. Деструктивная политика преступного режима обрекала Армению на беспросветные прозябания на региональных задворках. Новые власти во всеуслышание объявили о намерении вывести страну из этого тупика. В Баку этот месседж Еревана расценили как готовность к конструктивному диалогу в рамках мирного процесса. Диалогу по существу, направленному на достижение конкретного результата. Однако дальнейшее развитие событий показало, что Армения все еще пребывает в плену иллюзий. Там по-прежнему полагают, что затягивание времени принесет какие-то дивиденды. Никол Пашинян заявляет, что армянская сторона не намерена форсировать переговорный процесс. По сути это означает, что Ереван не заинтересован в развитии переговоров. Это вызвано тем, что Армении истекают ресурсы для симулирования заинтересованности. От раунда к раунду переговоры приближаются к обсуждению ключевого вопроса – вопроса дооккупации. То есть Армении все сложнее становится имитировать конструктивный настрой. Именно этим и объясняется нервозность, явно проявляющаяся в последних заявлениях премьер-министра Армении. Пашинян все чаще обращается к теме возможной эскалации Нагорно-Карабахского конфликта. Он то прогнозирует появление в регионе конфликта боевиков из Сирии и Ирака в случае возобновления войны, то намекает на наличие у России неких рычагов, способных предотвратить эскалацию, то говорит о заговоре реваншистских сил в Армении, которые могут развязать войну в Нагорном Карабахе. А когда замолкает премьер-слово берут армянские снайперы, открывая по азербайджанским позициям огонь на поражение. Осознает ли Пашинян всю хрупкость нынешней ситуации на линии соприкосновения? Военный сценарий развития событий ни при каком раскладе не может устраивать Армению. Стало быть, Ереван должен предпринимать реальные меры по недопущению эскалации. Вместо этого мы наблюдаем жалкие попытки продлить ситуацию ни мира, ни войны путем примитивных уловок. Армения стремится создать нерабочий фонд для переговорного процесса. Искусственно раздутая истерия вокруг футболиста Мхитаряна яркий тому пример. Она наглядно показывает заинтересованность Армении в нагнетании нездоровой атмосферы. Из той же серии нелепые претензии Еревана по поводу учений, проводимых азербайджанской армии. Одновременно Армения не спешит с реализацией достигнутых договоренностей. В том же вопросе с обменом военнопленными она по-прежнему занимает упертую позицию, отвергая принцип «всех на всех». Тем самым делается расчет на дальнейшую циркуляцию повестки, не имеющей прямого отношения к дооккупации. Расчет совершенно неоправданный, учитывая принципиальный настрой Азербайджана. Ситуация усугубляется ростом внутренней напряженности в Армении. Оппоненты нынешних властей консолидируются, чтобы выступить против них единым фронтом. Оба лагеря охотно прибегают к спекуляциям на тему карабахской проблемы. При этом привлекает внимание тот факт, что нынешнее армянское руководство без зазрения совести заимствует репертуар прежних властей, включая провокации на линии фронта. Иными словами, Армения поменяла тушенку на мыло. Заявления о новом подходе к карабахскому урегулированию пока что остаются всего лишь словами. Если в Ереване полагают, что эта примитивная тактика принесет успех, то это очень большая ошибка. На этом точка.